Здравствуйте, в эфире город С и Татьяна Дмитриева. Какие изменения произошли в трудовом законодательстве в 2015 и какие итоги по защите прав работников можно подвести, а также о разрешении трудовых споров и ситуации с производственным травматизмом. Будем говорить сегодня в нашей студии руководитель государственной инспекции труда в Самарской области Александр Панов. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22, звоните. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Добрый день. Ну начнем с подведения итогов прошедшего уже года. Как проводился контроль за ситуацией и какие результаты вы можете озвучить? Я думаю, что будет неинтересно телезрителям слушать о количестве проведенных проверок, выявленных нарушениях. Я могу сразу начать с той структуры нарушений, которая в принципе изменилась в 2015 году по сравнению с предыдущими периодами. Там 14-13 годы. На первом месте по результатам 2015 года у нас оказались вопросы оплаты труда. Это почти каждое четвертое нарушение связано с этим вопросом. На втором месте вопрос охраны труда. И лишь только на третьем месте оказались вопросы, связанные с трудовым договором, заключением, оформлением, изменениями. Если брать структуру обращений, которые из года в год у нас в принципе количество этих обращений меняется в сторону увеличения, в этом году мы получили увеличение на 30 процентов количество обращений, то на первом месте стоит тоже вопрос оплаты труда, это 60 процентов обращений. Давайте подробнее остановимся вот на этом вопросе, раз это вот первые в рейтинге проблем. Скажите, вот к вам обращаются работники с тем, что не оплатили, не заплатили за труд. Как можно разрешить эту ситуацию и какие полномочия есть у инспекторов, чтобы повлиять на нее? Ну сразу хочу заметить, что инспекция это административный орган и он может повлиять на эту ситуацию. Потому что люди обращаются к вам надеются на то, что разрешится, что заплатят. Повлиять на эту ситуацию путем проведения проверки выдачи предписания. Если предписание не исполняется, то мы, как правило, возбуждаем административное дело, направляем материалы в суд. Не каждый работодатель, к сожалению, и в этом случае идет на соглашение с инспекцией, исполняет предписание, находит деньги, выплачивает их. Поэтому я всегда считал и считаю до сих пор, что наиболее эффективным способом защиты трудовых прав это обращение в инспекцию и в суд. Так как суд, вынося решение, он в пользу работника, он может выдать исполнительный лист, и на основании этого исполнительного листа возбуждается исполнительное производство, и там уже в принудительном порядке заставляет работодателя в судебные приставы исполнить. А вот очередность какая? Сначала в инспекцию нужно обратиться, как вы советуете, или в суд? Я думаю, что можно, конечно, сначала в инспекцию, затем в суд, можно и туда, и сюда. Только нужно знать, что существует трехмесячный срок для обращения в суд с того момента, когда работник узнал или должен был узнать о нарушенном праве. Это по вопросам заработной платы. По вопросам увольнения там месячный срок на таких же условиях. Но еще раз повторяю, что наиболее эффективным способом защиты является обращение и в инспекцию, и в суд. Вы сказали, что кратно увеличилось количество обращений в инспекцию труда. С чем это связано? Не кратно, а по оплате труда. 60%. На первом месте обращение связано с оплатой труда. А вот количество обращений в инспекции труда увеличивается со временем, вот если подводить итоги года? Больше становится? Да, да. Вот у нас в этом году более 17 тысяч обращений, из них 9,5 тысяч обращений письменных только. Если брать наше количество и в сравнении с другими, например, территориальными органами, которые осуществляют надзорную деятельность, то несовмиримо большое количество. А с чем вы это связываете? Что количество обращений увеличивается? Ухудшается ситуация вообще? Или, может быть, вот люди просто владеют больше информацией, начинают разбираться, защищать свои полы? Я думаю, что вот для чего я здесь? Для того, чтобы довести для человека какую-то информацию полезную для него, чтобы он знал, что такое трудовой договор, например, куда обращаться, по каким вопросам, какие сроки, процедуры, условия, основания обращения. Вот я думаю, что эта информация тоже как-то активизирует работников для обращения с целью защиты трудовых прав. Говорить о глобальном ухудшении ситуации на рынке труда я не могу. Есть действительно рост обращений, но оно, я думаю, что связано не только с ухудшением там в целом в экономике, но и с активностью, например, инспекции. Раньше, например, лет 10 назад об инспекции мало кто знал, а если знал, то почему-то была ассоциация с профсоюзами, хотя это не одно и то же. Мы федеральная структура, государственный орган. Сегодня к нам приходят целенаправленно. Например, если раньше к нам приходили в основном предпенсионного возраста работники или бывшие работники, то сегодня обращаются в основном молодые люди, приходят к нам с детьми, с колясками. Да. Их тоже затронула вот эта вот вот эти проблемы, связанные с оплатой труда. Не зря же я говорю, что 60 процентов в структуре обращений вопроса оплаты труда. А вот на ваш взгляд, почему вот эти вопросы стали такими проблемами? Экономическая ситуация как-то на это повлияла? Или что? Я не экономист, я юрист. Я могу сказать лишь только одно, что люди наконец-то понимают, что где-то их там обманули, где-то недоплатили, где-то неправильно оформили трудовой договор. Знают они об инспекции труда, знают, что это в принципе тот административный орган, который может помочь. Не всегда, но может. Поэтому они и идут. Вот вы сказали, что молодые люди приходят к вам, они же очень тесно связаны с интернетом. Какие-то, может быть, новые сайты, возможности появились даже вот обращаться в инспекцию, не вот идти вот пешком ходить и сидеть в очереди, если она у вас есть, а лучше через интернет. У нас есть, можно зайти на наш сайт инспекции труда, найти онлайн-портал и называется он онлайн-инспекция.рф.рф и могут направить по электронной почте обращение в инспекцию труда. Придет 15-дневный срок, ответ, что он принят к рассмотрению и в течение месяца будет рассмотрено, если не будет, конечно, вопросов, связанных с продлением срока рассмотрения обращения. У нас, к сожалению, в последнее время такие случаи участились. Это связано с тем, что работодатели не всегда вовремя представляют материалы и во многих случаях они просто препятствуют осуществлению надзорной деятельности. То есть уклоняются от представления материалов. Должностные лица не выходят там на связь, предположим, не представляют документы, отказываются представлять. Ну и прочие вопросы противодействия реализовывают в отношении инспекции. А есть какая-то разница в сроках? Вот если человек пришел, обратился конкретно в инспекцию, к инспектору и написал вот через интернет, на вот онлайн этот сайт. Я думаю, что особой разницы нет, если ему не нужна какая-то, предположим, консультация, он с учетом предоставленных им документов, предположим, он принесет трудовые договоры и спрашивает инспектора, вот что тут написано. Он оперативно получает информацию. А по онлайн-режиму он получит информацию, например, в течение месяца. Вот и все. Да, но это вот тоже нужно понимать, как действовать. Если сроки поджимает, например, для обращения в суд, ему некогда писать письма, тем более, что обращение, видите, 9,5 тысячи только письменных, мы не всегда в эти сроки укладываемся месячные. Поэтому лучше прийти и спросить, задать вопрос так. Вот вы сказали тоже, что стало меньше обращений, не обращений, а вот по результатам работы за год, по оформлению трудовых договоров. Вот это о чем говорит? Что отношения между работодателями и работниками легализуются или что? Да нет, я думаю, что нет причины. Причина в том, что сейчас главный вопрос оплаты труда. И вопросы охраны труда, например, сегодня стоят на третьем месте. На третьем. После как раз вопросов, касающихся института трудового договора. С чем связано? Действительно, есть задержки по оплате труда. Мы констатируем эти факты. Если на сегодняшний день Росстат нам дает порядка 6 миллионов задолженностей, то мы в течение, предположим, месяца, сегодня у нас в реестре находится организация с общей суммарной задолженностью больше 200 миллионов. То есть мы текущую задолженность выявляем. Это факт. На самом деле так. Ну, плюс нелегальные занятости, естественно, тоже. Поэтому, если брать вопросы трудового договора, то они находятся на втором месте. Это 25% всех обращений. 25%. Это тоже большая солидная сумма. А вот у инспекции труда есть какие-то полномочия, чтобы улучшить процесс легализации трудовых отношений? Потому что, ну, как-то мы говорим, вот там, сейчас вот сложно очень легально оформить трудовые отношения. Очень много случаев. А как вот добиться, чтобы все-таки исправлялась ситуация? Процесс, он должен быть, во-первых, взаимный. Работник должен понимать, когда ему предлагают заключить вместо трудового договора гражданско-правовой, он должен понимать, на что он идет. Если он соглашается на эти условия, рыночные условия, он должен понимать, что в случае прекращения этого договора, гражданско-правового договора, уже инспекция защищать его права не будет. Это только судебный порядок разрешения этого вопроса. Но и самое главное, вопросы легализации, они же ведь решаются не только инспекцией труда. Это в большей степени работа муниципальных образований области. Там существует комиссия, связанная с легализацией трудовых отношений. Там заслушиваются работодатели. Я вам хочу сказать, что Самарская область в рейтинге по России занимает по реализации этого вопроса 10 место. И в 2015 году легализовано более 77 тысяч трудовых договоров. Причем большая часть легализованных трудовых отношений приходится на город Самару. Это говорит о профессионализме этой комиссии муниципальных образований в Самаре. И мы принимаем участие в Самаре в работе этих комиссий, наши представители очень тесные взаимодействия. Поэтому, если не изменять память, в городе Самара заключено 31 300 трудовых договоров. Это 77 тысяч. Это солидные цифры. Инспекция труда помогает этому процессу и привлекается в том случае, если, предположим, работодатель, нарушая закон и выслушав предложение комиссии, муниципального образования отказывается от оформления трудовых отношений, тогда материалы придаются в инспекцию. Инспекция применяет меры административного воздействия в отношении этого работодателя недобросовестного. Но, еще раз повторяю, работники должны знать, если трудовой договор не заключен, вместо него заключен гражданский договор, то инспекция может помочь только в том случае, если эти отношения не прекращены. Если они прекращены, то установление факта трудовых отношений производится исключительно в судебном порядке. А вот если изначально брать эту ситуацию в трудоустройство, вот приходит молодой человек, говорит, я хочу там у вас работать, в принципе, его кандидатура устраивает работу дать, и он говорит, ну вот приступай к работе, испытательный срок у тебя там такой-то, мы пока ничего тебе оформлять не будем. Вот он может уже на этом этапе обратиться к инспекторам, сказать, что нарушается закон, меня не принимают на законных основаниях легальных на работу. Хотя, как бы, я устраиваю как кандидат. Конечно, может, но полномочия инспекции не безгранична, они ограничены, ну, в частности, 381 статьей Трудового кодекса и 391 статьей Трудового кодекса. Вот в этих статьях указанных изложены случаи, когда инспекция не имеет полномочий, и эти вопросы отнесены к полномочиям исключительно судов. В частности, вот вопрос, который вы сейчас подняли, это вопрос отказа приема на работу на, фактически, отказ приема на работу на законных основаниях, это прерогатива суда. Потому что доказать факт отказа в административной процедуре, ну, практически невозможно. Это тоже работник должен понимать, молодой в том числе. Да. Если говорить о производственном травматизме, то здесь как меняет ситуация? Вот за прошлый год стало больше таких случаев, меньше? Ну, если говорить вообще, то в 2015 году произошло 155 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, с тяжелыми последствиями, повторяю. Вот с такими тяжелыми последствиями в 2014 году произошло 192 несчастных случая. То есть у нас снижение травматизма тяжелого идет. Туда я отношу тяжелые несчастные случаи, групповые несчастные случаи и несчастные случаи со смертельным исходом. Но что настораживает? Травматизм женщин. В 2015 году погибло бы 6 женщин. В 2014 году, если не изменять память, 4. То есть увеличение получается фактически полтора раза. И причем мы это увеличение констатируем впервые произошло с 2011 года. У нас динамика была всегда хорошая. Вот это действительно случайность такая? Посмотрим по этому году. Случайность или закономерность? Но на что еще могу обратить внимание? Произошло увеличение погибших групповых несчастных случаев в 2015 году. Погибло в 12 случаях 15 человек. А в аналогичном периоде в 2014 году, например, в 2014 году, в 2017 групповых несчастных случаях погибло 8 работников. То есть, видите, количество меньше групповых несчастных случаев, а погибших больше. Традиционная причина, но хотя вот процент этой традиционной причины увеличен по 2015 году, это организационная причина, связанная обусловленным человеческим фактором. То есть, более 60 случаев в 2015 году вызваны типичными управляемыми причинами. Это отсутствие инструктажа, отсутствие медосмотров, отсутствие обучения, нарушение требований безопасности, организации, плохая работа, нарушение трудовой дисциплины, как со стороны работников, так, извините, со стороны работодателей. И по результатам 2015 года можно сказать, что самыми травмоопасными видами экономической деятельности традиционно остаются строительство и обрабатывающее производство. То есть, из 50 погибших 22, это вот как раз работали в этих видах экономической деятельности работники. Из 50, 22. На что еще можно обратить внимание? Ну, по статистике, каждый четвертый погибший, пострадавший, извините, травмируется в результате падения с высоты. Каждый четвертый падает у нас. Каждый четвертый. А каждый пятый получает травмы или погибает в результате транспортного происшествия. Это тоже факт. На что хотелось бы обратить внимание? Вот при вот этих цифрах, это, конечно, замечательно, когда есть у человека трудовой договор, оформленный правильно. Если его нет, то проблема доказывания, что вот этот несчастный случай произошел именно в рамках трудовых отношений, он бывает порой затягивается на месяц, а то и на годы. Поэтому я еще обращаю внимание вот телезрителей, что у каждого человека, который хочет работать, иметь какие-то государственные гарантии, должен быть трудовой договор. Не у работодателя, а у него лично второй экземпляр. Если его нет, его вот защита довольно-таки будет проблематично. и на какие выплаты, компенсации рассчитывать тогда не придется, да, получается, что если... Но, опять же, это надо в судебном порядке, надо будет доказывать, что это так, нам придется устанавливать факт трудовых отношений, это очень сложно. Понятно. Вот, конечно, тяжелый очень случай, тем более смертельный, если производственный травматизм, а какая-то работа профилактическая, чтобы это все предубедить, предостеречь от этого, проводится инспекция, проверки до этого состояния. Вот профилактическая. Мы стараемся донести сейчас до большего количества людей, как нужно себя вести при оформлении трудового договора, как нужно себя вести с работодателем в процессе трудовых отношений и при прекращении трудовых отношений. Вот, я считаю, основная наша задача сегодня информировать, как больше людей. А вот выездные проверки, вот раз, например, предприятие есть, у вас журнал, все расписались, все прошли инструктаж. А вот на счет выездных проверок и проверок вообще плановых, тут проблема возникает в связи с мораторием на проверки малого и среднего бизнеса, во-первых. Во-вторых, ограничение возможности выехать ограниченным федеральным законодательством, статья 3060, не всегда позволяет нам выехать, даже по согласованию с прокуратурой. Там есть определенные условия таких проверок. Ну, и самое главное, я вам сказал, что у нас письменных обращений 9500 только письменных, а всего 17 с лишним обращений в инспекцию, на телефон горячий линий, на личный прием приходят люди. Она, вот эта цифра не дает, не позволяет нам сегодня планировать большое количество плановых проверок, которые, в принципе, как раз дают и профилактику. Вот мы сейчас погрязли в неплановых и, как правило, в документарных проверках. Уже по факту. Уже по факту, да, к сожалению, свершившиеся нарушения, не всегда мы можем выехать, к сожалению, в силу ограничения наложных законов. Вот вы сказали, что все больше людей знакомятся с работой трудовой инспекции, обращаются, а вообще основные направления тогда, получается, какие у трудовой инспекции, вот по каким направлениям вы работаете? Потому что такое складывается первое впечатление, что вот что-то произошло с сотрудником, не заплатили, там, повредил что-то и бежит к вам. В основном работники, а с работодателями вы как-то тоже работаете? По каким направлениям? Очень тесно, очень тесно. Ну, основная задача это проинформировать работодателя о изменении в законодательстве, о правоприменительной практике. сегодня федеральной службой по труду и занятости, территориальным органом, который является инспекцией труда в субъекте Российской Федерации, в любом субъекте, очень много делается для того, чтобы довести информацию именно к правоприменению, используя интернет-ресурсы. Вот я хотел бы сказать о таком интернет-ресурсе, который будет полезен как для работодателя, так и для работника. на сайте инспекции труда в Самарской области нужно зайти на портал онлайн-инспекция РФ, и там любой гражданин увидит 70 опросных листов. Вот работодатель, отвечая на эти 70 опросных листов, он делает вывод, готов он к проверке, либо нет. Это форма самопроверки. Самопроверки традиционные вопросы, нетрадиционные вопросы, но фактически эти вопросы связаны с теми, которые задаются, которые проверяются инспектором в ходе выездной или документальной проверки. Отвечает на вопросы работодатель на них, все замечательно, значит он знает. Законодательство о труде знает, как себя вести в случае проверки. И этот ресурс очень хорошо используется, причем он будет расширяться впоследствии в апреле месяца этого года будет презентация более расширенной версии онлайн инспекции РФ. То есть будет не 70 опросных листов, а чуть больше. А в 2015 году было всего 10. Это для работодателя. Это самый лучший оптимальный режим себя проверить, самопроверить. Для работника, я думаю, что тоже не будет лишним туда зайти и посмотреть, знает ли он что-либо. Законодательство о труде ориентируется, но хотя бы, если бы он знал, что такое трудовой договор, это было бы вообще замечательно. И самое главное правило, он должен иметь второй экземпляр трудового договора у себя, на руках. Вот это, вот с чего нужно начинать. умышленно не дают второй экземпляр, вот почему это так важно? Когда-то умышленно. А это как раз нелегальная занятость. Если второй экземпляр не выдается работнику, значит, у работодателя всегда есть возможность отступить назад, сказать, что он у нас не работал никогда. И доказательства у работников нет никаких. но свидетели, но, как правило, их не бывает. Другие-то хотят продолжать работать, хоть даже на этих птичьих условиях. Это самая главная трудность, с которой мы сталкиваемся в своей надзорной деятельности. И пока работник не будет защищать свои права, активно, не будет обращаться к нам в процессе своей труевой деятельности, пока отношения, хотя бы даже гражданско-правовые не прекращены. Но я думаю, что эта проблема будет существовать. Ну и второй момент, о чем бы хотелось сказать. Каждый работник должен понимать, что рыночные отношения для него это всегда отношения двоих. Его и его потенциального работодателя. А в рыночных отношениях не может быть такого, что вот он сегодня вроде бы как был вменяемый, подписывая договор гражданского правового характера, а завтра он решил, что его обидели и его ввели в заблуждение. Такого не должно быть. Если мы будем работать на таких двойных стандартах, то не будет хорошо для работника и для государства тоже. Да, вот, кстати, вы заговорили про сайт. Я тоже заглянула на ваш сайт инспекции труда по Самарской области. И здесь появился список недобросовестных работодателей. Я думаю, а вот в чем их недобросовестность? И вы их публикуете, афишируете, что это за список? Почему туда как бы на это нужно обращать внимание? Это те, которые нарушают законодательство о труде. Они были выявлены в ходе проверок. Есть такие, да, к сожалению, у нас. Мы не можем, не всегда можем раскрыть всю информацию, а вот то, что мы можем в силу закона раскрывать, мы раскрываем. Ну вот внимание тех же работников или стремящихся устроиться над предприятием, это может привлечь? И сразу, чтобы какие-то появились вопросы, да, что это значит? Но без нашего вот этого сайта, без нашей информации, если его допускают до работы, а у него нетрудового договора, вот вам, пожалуйста, недобросовестный работодатель изначально, я вам сразу могу сказать, что права будут уже нарушены и будут в процессе трудовой деятельности нарушаться геометрической прогрессией. Вот, да, мы уже говорили о трудовом договоре, и есть такое тоже понятие у вас, как индивидуальный трудовой спор. По которым работник обратился в органы по рассмотрению трудовых споров, именно индивидуальных трудовых споров. У нас два органа, которые рассматривают индивидуальные трудовые споры. Это суд и комиссия по трудовым спорам. Ну, не всегда комиссии таких создаются работодателям, а вот суды, вы знаете, у нас присутствуют всегда в нашей жизни. Тут проблема какая. Если работник обратится в инспекцию, а этот вопрос, он отнесен к компетенции суда, суда, предположим, а это, например, исключительно компетенция, изложена в 391-й статье Трудового кодекса, 391-я. Трудовый спор лежит рассмотрению именно в этих органах, а не в инспекции труда. Мы будем в лучшем случае только проводить проверку. Понятно. Вот вы сказали, что у вас важная роль – это информационная, и очень важно обращать внимание на изменения, которые происходят в трудовом законодательстве. Вот за прошлый год появились такие вот очень важные изменения, на которые нужно обращаться? Или обычно, как у нас, начинается год и вступают в силы какие-то новые законы? Вот в связи с этим что нужно знать? И работникам, и работникам. Много изменений было, но для работников, которые сегодня слушают, смотрят нашу передачу, я хотел бы обратить внимание на 142-ю статью Трудового кодекса. Вот эта статья, в нее в конце этого года внесено очень принципиальное изменение в соответствии с этой статьей. И работник имеет право прекратить, приостановить работу, если ему не выплачивается зарплата. А чего он добьется? Вот он и работу потеряет, и зарплату не будет. То есть он добьется того, что, во-первых, за ним сохранять средний зарплат на время приостановления работы до тех пор, пока ему работодатель официально не доведет извещением о том, что он может приступить к работе, и в день преступления ему будет выплачена зарплата. Это первое. Во-вторых, ведь у нас некоторые работодатели не выплачивают зарплату даже не один день, не два, а неделями, месяцами. В этом случае он имеет право просто заниматься другой работой в это время. И этот период приостановки работы не будет являться простоем, не будет являться прогулом, а это вопрос приостановки работы по инициативе работника, и там, еще раз повторяю, будет сохраняться средний заработок, который будет у него насчитан до приостановки работы. Это, я считаю, важная норма, тем более, что в статье 236, Трудового кодекса, вот сейчас готовятся изменения, и я надеюсь, что очень скоро появятся изменения в эту статью, и будет увеличена денежная компенсация за задержку выплаты заработной платы. Сейчас это всего лишь 1,03 ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки, но посчитайте, предположим, ставка рефинансирования сегодня, если не изменяет память, 8-8,5 процентов, вот от суммы долга за каждый день просрочки 1,03. Ну, это, конечно, копейки. А сейчас законодатель хочет ввести другую норму, это будет не 1,03, а 1,150. И невыгодно будет совсем задерживать, да, потому что потом работодатели будут переплачивать. Да, они будут переплачивать, но и потом сохраняется перспектива для работника для обращения в суд, причем такие иски не имеют срока исковой давности, а денежной компенсации морального вреда за нарушение, в частности, вот законодательства об оплате труда. Вот эта норма, она инкорпорирована из гражданского законодательства в статью 237 Трудового кодекса, то есть он может в любое время, если ему когда-то задерживаются зарплаты, обратиться в суд, опять же, не в инспекцию в данном случае, а в суд, и постараться взыскать с недобросовестного работодателя денежную компенсацию морального вреда. Спасибо большое за то, что обратили внимание на такую вот важную деталь. И вообще вот оплата труда, действительно, это, как выяснилось, проблема. И научили, как ее решать по закону. Спасибо еще раз за то, что пришли к нам. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!